Здравствуйте, дорогие друзья! Мы обсуждаем актуальные международные темы в нашем выпуске. Конечно же, в фокусе внимания Турция. Там происходят очень интересные события с точки зрения экономики и глобальной политики. Безусловно, мы затронем события в Соединенных Штатах, юбилейство сообразной Шарльцвилле событий, почему они важны, эти события, почему мы их будем обсуждать. Ну и, конечно же, на самом деле, очень важные на выходных были события, которые вокруг Каспия происходят, а именно заключение договора о разграничении сфер влияния, что ли, и вообще границ на Каспии. Это очень старая международная проблема, и вот она фактически была решена, и почему это важно, мы тоже все об этом затронем и все об этом поговорим. Ну, вообще, нужно сказать, что вот этот отпускной август, он традиционно, на самом деле, не очень спокойный с точки зрения политики. В 2015 году была девальвация юаня очень заметная, которая серьезно навела такой беспорядок на рынках. Сейчас вот события в Турции, но, на самом деле, вот эти глубинные события, которые происходят в международной политике, экономике, они, конечно же, не знают отдыха и не знают отпускного времени. Так что август выдался, как мы видим, очень интересным. Вот все эти вопросы мы будем обсуждать с нашими гостями. У нас в студии Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, полковник «Запаса». Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Виктор Надеян Раевский, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. И по скайпу с нами будет беседовать Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Виктор, первый вам вопрос. Вот ситуация в Турции. Она развивается по, ну, не экспоненте, наверное, не то слово, но с таким напряженным моментом. С точки зрения военного момента. Вот Турция – это член НАТО. И глава турецкой нации, господин Эрдоган, заявил о том, что, возможно, Турция, если американцы не одумаются, будет искать новых союзников. И вообще поставил под вопрос военный союз, по сути, между Америкой и Турцией. Это вообще реально, на ваш взгляд? И что это может означать для безопасности в этом регионе? Ну, на мой взгляд, это все-таки, конечно, больше политические заявления. Я не верю в то, что Турция может поставить вопрос о выходе из НАТО, даже из военных. Пока она так не ставит вопрос. Я просто напомню, что это не первый вот такой вот конфликтный эпизод в взаимоотношениях со странами НАТО и Турции. Ну, например, агрессия Турции в 1974 год – Кипр. Ввод санкций со стороны США в отношении Турции, между прочим, которые только закончились лет через несколько. Значит, дальше... Это не первое, это не первое, далеко. 12 лет. Да, периодически конфликты между двумя странами НАТО, Турцией и Грецией, в том числе и по линии разграничений, в том числе и с захватом военнослужащих двух стран, и с авиационным происшествием там и так далее. Так что это такой эпизод, который, в принципе, конечно, негативно влияет на единство НАТО, как они называют. Ну, кстати говоря, Турция отказалась представлять свои военные базы для ударов коалиции американской по Ираку. Но, тем не менее, фундаментально это не меняет соотношение сил в бассейне Черного моря, в Восточном, Средиземноморье, Турции, по-прежнему в смысле своей военной организации, вертикали военного управления, остается верным членом НАТО. И во многом опирается на поддержку НАТО при решении своих военно-политических задач. Ну, вы что имеете в виду? Это поведение в Сирии или это... Это в том числе и Сирия, это в том числе очень важно для нее взаимоотношение с Грецией, как членом НАТО. Это в том числе и, по сути дела, молчаливая поддержка со стороны НАТО в сегодняшней оккупации Северного Кипра, да, со стороны Турции. Ведь Турция остается членом НАТО, да, уважаемым, а тем не менее, непризнанная вот эта Турецкая республика Северного Кипра, да, психоз существует. Только Турция... Вы про нее как-то забыли все в последнее время, да? Все про нее как-то забыли, да, как будто ничего и не было, да. И НАТО в первую очередь забыла, да, об этом. Вот для Турции это тоже важно, конечно. Вот, и, конечно, это Черноморский бассейн, где Турция является одной из крупнейших стран НАТО, которая содержит там свой флот, например, да. Она контролирует проливы Черноморские, то есть вход-выход Черноморской базыры из Средиземного моря. Поэтому я не думаю, что дойдет до каких-то серьезных разногласий, которые почитают вопрос о членстве Турции в НАТО. Богдан, как вы думаете, вот Турция, которая сейчас испытывает серьезные экономические проблемы, мы о них чуть позже поговорим, безусловно, потому что они всех беспокоят, они влияют на рынки, но мы понимаем, что источник этих проблем, он идет все-таки из политики. Вот, почему Турция сейчас пошла фактически на такой жесткий конфликт с Соединенными Штатами и насколько далеко она может зайти в этом конфликте? Можно ли действительно говорить о выходе из НАТО в будущем? Понятно, что таких заявлений еще нет, но тем не менее. Мне кажется, что нельзя называть именно жестким конфликтом. Скорее, это жесткие противоречия. К тому же, в значительной степени это шантаж со стороны Турции в адрес, прежде всего, главного бенефицара, НАТО, главного держателя военно-политического блока Соединенных Штатов Америки. В данной ситуации все вопросы, которые увязываются с военно-техническим сотрудничеством с нашей страной, например, это тоже элемент этого шантажа. И мы видим, что этот шантаж длился на протяжении многих лет. То Турция решила закупать по результатам тендера китайские зенитные комплексы, то теперь она переориентировалась на российские и так далее. В данной ситуации, конечно же, мне кажется, что Турция не будет менять кардинально своего курса. Именно под тем причинам, которые светил выше Виктор Мурахов. То есть вы допускаете, что турки могут отказаться от контрактов с нами? Я допускаю, что... То есть они поблефуют, поблефуют и скажут, ну извините, вот мы Петриот какой-нибудь там условный купим. Ну может быть не Петриот, но главное, что здесь не то, что они купят, а то, что они не купят у нас в данной ситуации. Дело в том, что вопрос приобретения этих зенитных комплексов, он длится уже не один, даже не два, даже не три года. Если мне не изменяет память, он длится уже лет семь, сколько я понимаю. То есть наших комплексов зенитных? Нет, вообще зенитных комплексов. Это все равно вызывало определенный вопрос у США, потому что это были китайские комплексы, напомню, сейчас российские. То есть я думаю, что Турция, она попытается... Но они вероятно намекали там про наших, что они теоретически... Да, а сейчас они сказали об этом прямо. Точно так же, как сейчас они подняли вопрос риторический, в общем-то, вопрос о выходе из НАТО. При этом реально выходить из него, конечно же, они не будут. У них вся армия десятилетиями создавалась под стандарты НАТО, во взаимодействии со странами НАТО и так далее, и так далее. Это отлаженный механизм, не говоря уже о политической составляющей. Но в целом, мне кажется, что Турция будет налаживать, наращивать военно... То есть, простите, экономическое сотрудничество с Россией, вот, абсолютно на выгодных для себя условиях. То есть, торгуясь за каждый миллиметр, грамм, сантиметр и так далее. Она будет сохранять политическое единство с НАТО, но при этом будет постоянно требовать себе все больше и больше определенного района влияния. То есть, те амбиции, которые мы наблюдали у турецкого руководства, они простирались в том числе и на нашу страну. Это республики Павлужии, например, республики Средней Азии, это, безусловно, все зоны проживания туркоманов в Ираке, в Сирии, в Иране и так далее. Везде, где только можно, включая Северный Кипр и так далее. То есть, в данной ситуации Турция требует для себя большей сферы влияния, большей самостоятельности. То есть, Эрдоган борется за то, чтобы он, в общем-то, это прямо и говорил, да, что мы хотим больше уважения к своим интересам. Больше уважения к своим амбициям. Потому что он не скрывает того, что часть Северной Сирии, например, они хотели бы включить вообще в свой состав. Де-факто или де-юр. Де-факто Турецкая республика Северного Кипра, это просто часть Турции. Даже почтовый адрес, когда вы будете писать письмо, вы будете писать Мерсин-10. Мерсин – это город на Средиземноморском побережье Турции. А там просто... Это просто как бы филиал этого города только через... Почтовое отделение. Почтовое отделение, да, совершенно верно. У этих людей есть турецкие паспорта, права турецких граждан, экономически их поддерживать, иначе они бы просто не выжили в этом анклаве на севере острова. Поэтому я думаю, что да, турецкое руководство будет реализовать свои амбиции, оно будет добиваться от США права расширения своего влияния. Неформально, конечно, турецкий лидер хотел бы, хотя с моей точки зрения не обоснованно, стать определенным лидером исламского мира, новым лидером исламского мира. На это претендует Иран, но Иран – это все-таки шиитская страна, а турки – в основном суниты, хотя это и светское государство. Но официально они уже налаживают контакты и с Египтом, и с другими странами, и пытаются оспаривать это право у других игроков этого региона. Так что... Виктор, вам вопрос. Вот Турция, как региональный гегемон, сейчас это роль под угрозой, так мы их скажем, потому что те экономические проблемы, которые создаются для Турции, с Соединенными Штатами, они подрывают вот эти амбиции. Может ли Турция с Америкой все-таки договориться в этом вопросе, и усиление Турции в этом регионе нам в итоге будет выгодно? Ну, нам, в общем-то, конечно, далеко не выгодно чрезмерное усиление Турции. Опять же, это вопрос Сирии. Напомню, что в соответствии с национальным обетом 19-го года, последнее решение парламента Османской империи, границы Турции были определены немножко по-другому. Каким образом? В их состав входила часть, полоса вот эта северная в Сирии, сходил Масул и Киркук в Ираке. Это нефтеносные районы, я напомню, очень богатые. Что произошло затем? 1939 год. Захвачено было так называемое государство Хатай. Искусственно созданная единица, 65 тысяч турок туда приехали, проголосовали на референдуме за включение в состав Турции. Все. Франция сопротивляться не могла. 1939 год, преддверие войны, сами понимаете, не та ситуация. Не дыхатая. Да. Не за тем. Да, не за этих мелочей. Да, мелочи, мелочи. Казалось бы. Да. Но соседняя провинция с Ираком, Масул в Турции, так и называется Масул. Раньше велоед теперь, или они называют, но язык меняется. Так что, в общем-то, идет какое-то давление именно на те районы, которые относятся к этой сфере национального обета. Это не зря. Обратите внимание на то, что называют нео-османизмом. Вы правильно совершенно характеризовали его желание, Эрдогана, быть лидером исламского мира. Ну а что в этом плохого? Пусть будет лидером. Хотя бы в арабской части, но лучше бы всемирным. Но тут вот не все хорошо. В отличие от того же Фетхоллаха Гюлена, который умеет говорить так, как никто другой в Турции, у Эрдогана это не получается, и такого авторитета нет. Но, соответственно... Подождите, вы считаете, что у Гюлена больше авторитет, чем у Эрдогана в Турции? В исламском мире больше. А, в исламском мире. То есть не в гражданском мире. Эрдогану далеко до этого. Для этого нужно быть проповедником. А этот и поэт, и писатель, и проповедник, все на свете. У Эрдогана здесь, конечно, несколько поменьше возможностей. Но он, безусловно, лидер турецкого народа. И 50% за него, по крайней мере, точно выступает. Да, с рядом исключений. Но, и вот здесь региональный момент играет роль. В соответствии с вот этой бредовой идеей нео-османизма, ну, автор Давут Аглу, 2001 год, книга... Виктор, я прошу прощения, я вас прерву ненадолго. Мы прервемся и продолжим нашу беседу. Виктор, продолжайте, пожалуйста, вашу мысль. Мы прервались, нам очень интересно. Дело в том, что перед Эрдоганом стоят три такие вот весомые цели. Неоосманизм. То есть Турция должна распространить свое влияние на всей территории бывшей империи. Нет, не создавать империю. Но быть лидером, это серьезно. Для араба само слово «османизм» оскорбительно. Турки этого не понимают. Для них это тяжело понять. Далее. На бывшее постсоветское пространство. Пантюркизм. Да, мягкий пантюркизм. Да, изменившийся. Через образование, через сотрудничество, торговлю и так далее. Тюркский совет? Есть? Есть. Парламент есть? Есть. Объединенный тюркский парламент. Хотели даже создать общие вооруженные силы Министерства обороны. Ну, Назарбаев был против. Во всяком случае, достигли многого. Вот и с Узбекистаном стали заигрывать теперь, потому что с Каримовым не решался вопрос после всех этих покушений. Ну, и третье. Исламский мир. По крайней мере, на Ближнем Востоке быть лидером исламского мира. Вот, собственно, какие идеи ставит и задачи перед собой Эрдоган. Это серьезно. И он не просто ставит, он же действует. У него, например, образовательная система охватывает 140 стран. 140 стран у Турции? Да. Это то, что было раньше в системе Фетхолаха Гюлена. Сейчас это все, большая часть, передано на фонду Маариф. Но, по сути, то же самое. Турецкие учителя, турецкая система образования, качество хорошее. А вот сейчас девальвация лиры и так далее, экономические проблемы в Турции. Как они будут поддерживать такую мощную систему образования? Не смогут? Это тяжелее, чем раньше. 26 тысяч стипендий они реализовали в области высшего образования. Люди, молодежь из всего тюркского мира получила это высшее образование в Турции. Но, естественно, идеи закладывались не пророссийские в головы. То же самое лицеи. Ну, где-то по 26 лицеев. Подожди, а почему, естественно, не пророссийские? Ну, как, например, у них хорошо даются языки, точные науки. А что касается истории, они преподают вот эту типичную мифологизированную турецкую историю. То, что вы сказали раньше. Неосманизм, пан-тюркизм и пан-исламин. А, хорошо. Коллеги, давайте мы к Дмитрию Солунникову. Он у нас на скайпе. Дмитрий, вот мы говорим о том, что Турция сейчас испытывает серьезные проблемы. Но Турция говорит о том, что она будет искать новых союзников, если Америка продолжит на нее давить. То есть они открыто это говорят. А кого все-таки они имели в виду? Ну, наверное, они намекают на БРИКС, потому что Эрдоган говорил об этом, что он готов стать членом этой организации. Но, тем не менее, что это за союзники? И насколько готова на самом деле Турция далеко пойти в этом вопросе? На ваш взгляд. Смотрите, да, я бы здесь примел один пример из недавнего прошлого. Когда были проблемы у Греции, премьер Ципрос точно так же ездил в Москву, говорил о том, что если ему не помогут в Западной Европе, если ему не помогут коллеги из Брюсселя, то он найдет новых союзников. Пытался апеллировать к тому, что Москва может дать новые кредиты, Китай может дать новые кредиты. Даже чуть ли не запускал программу продажи греческих островов китайцам за небольшие деньги. Все это было исключительно для того, чтобы на более выгодных условиях договориться о новых кредитах с Германии, о новых кредитах с ЕСБР. Да, без сомнений. И ничего другого под этим не было. Конечно же, это был шантаж Европейского Союза. Конечно, это была только демонстрация новых возможностей на Востоке. А теперь наших послов высылают. А теперь высылают наших послов. Где-то логика. Ситуация завершилась. Последний транш был переведен, 15 миллиардов. Теперь русских надо высылать. А нужно снова договариваться. Нужно выходить теперь на рынки взаимствования. Нужно теперь кредиты погашать. Деньги кончились, надо опять. Да, да, да. Все, нужно теперь пытаться получить финансовые кредиты. Нужно быть хорошими для европейцев. Посылаем Россия. Сейчас Турция точно в такой же ситуации. Турции нужно договариваться с Соединенными Штатами. Турции нужно продолжать взаимоотношения с Евросоюзом. Но нужно выговаривать для себя лучшие условия. Поэтому нужно пытаться шантажировать возможности выхода на других союзников. На Китай, на Россию, на страны БРИКС. Да, говорить о том, что Турция может быть, там, будет договариваться о военном связи с Россией. Но Турция даже не вышла из военной части. НАТО в свое время, Франция выходила, не пойдя дальше. Франция там, да, не вышла из НАТО, прекратила работу в военной части блока. Турция даже на это не идет. Поэтому говорить о том, что серьезное будет какое-то изменение, я думаю, что в ближайшее время нет. Это действительно политический шантаж, ничего больше. И Турция, главное, еще оставит свои экономические интересы на Балканах. Мы не говорили про балканский интерес. Турция же очень сильно вошла в Болгарию, очень сильно в Румынию, в Грецию. Не только в военное противостояние, но экономическое влияние Турции в Греции. И сейчас на вот этом элементе шантажа, попытки договориться о сохранении своего бизнеса, о сохранении своих возможностей в этих странах. При такой потере лиры, конечно же, Турции будет трудно конкурировать в балканских европейских странах с поставщиками из Европы и Соединенных Штатов. Но они будут пытаться это делать? Подождите, Дмитрий, а вот эти события в Бухаресте, в Румынии, они как-то могут быть связаны с влиянием Турции, вообще вот с этой всей завязкой? Почему там вдруг такие выступления сейчас идут? Это против... Ну, там не вдруг идут, там периодически идут такие выступления против каждого нового правительства. Я думаю, что это скорее внутрирумынский процесс. Не нужно здесь международное... Не нужно столько воровать правительству Румынии, каждому новому вновь приходящему. Это я не думаю, что здесь есть реальный турецкий след. Хорошо, Виктор, вам вопрос. Вот военная все-таки часть, вот было сказано Дмитриевым, что Турция даже не вышла из военной части. Сейчас, ну, даже не говорит о этом. А может это сделать? Не ставится вопрос. А может это сделать? Ну, в принципе, это может. Как это должно произойти? Ну, это может произойти по тому же формату, по которому это сделал президент Деголь. Да, что сказал, что мы не будем больше участвовать в военной организации НАТО. Вышел из объединенного комитета начальников штабов НАТО, прекратили сотрудничество комитета по планированию ядерного поражения, там, по оперативным вопросам. Вышли из состава объединенных вот этих структур НАТО, ПВО, вот эта группировка НАТО в Северной Атлантике и так далее. И военное планирование, военное строительство во Франции осуществлялось исключительно по национальным планам. Вот. В учениях, мероприятиях НАТО никаких они не участвовали, за исключением политических. Это вот встреча лидеров государств, политический комитет. Ну, тогда они дружили против Советского Союза, понятно. Да, но, тем не менее, в военных мероприятиях НАТО не участвовали. Ну, это со сменой формата власти во Франции это все вернулось по-тихому на круги своя. То есть, Франция опять стала членом НАТО полноправным. А в тот период, да, даже штаб-квартира НАТО была вынуждена как раз из Парижа, а она же в Париже располагалась, в Бруссель переехать. Я не думаю, что Эрдоган даже намерения такие имеет реально выйти из военных структур НАТО. Это практически невозможно. Учитывая и базу Инжерлик, на которой американский контингент, учитывая, что на территории Турции хранится часть тактических ядерных бомб, понятно, американских, даже не позволят ему, не позволят, даже при всем желании. Но, тем не менее, Эрдоган говорит о том, что против него идет экономическая война, что Америка объявила экономическую войну всему миру. Здесь с ним сложно не согласиться, это абсолютно так и есть. Но, тем не менее, как может Турция теперь решить эту проблему, Богдан, как вы думаете? Что ей надо сделать-то? Прийти покаяться к американцам? Ну, вроде они и так говорят, давайте дружить, мы же ваши союзники. За что же вы нас так бьете-то? Зачем же прийти покаяться? Просто договориться, показать, что мы можем пойти от вас туда, но при этом мы все равно пока остаемся здесь и мы ждем ваших предложений. Ну, а на чем они пошли? А ведь Турки и так поддерживали американцев. Что они еще-то должны сделать? Нет, ну что вы, ну, был ряд противоречий. Во-первых, военно-техническое сотрудничество, это, как правило, вопрос не просто технический, это вопрос очень важный с точки зрения военной безопасности. Вы все на С-400 намекаете? Ну, это только начало С-400. Это, в принципе, вопрос, связанный и с переориентацией политической, и с вопрос, связанный с бизнесом и так далее. Что касается отношений, например, с Израилем, вот здесь, давайте вспомним, как Эрдоган резко выступал, когда Израиль, там, эту флотилию мира, так называемую, остановил довольно жестко и так далее. Это, кстати, одно из тех действий, которыми Эрдоган вполне может конкурировать, может быть, не на равных, но с тем же Гюленом. Гюлен не может никого останавливать, посылая войска, или, там, скажем, выступая с политических каких-то точек зрения. А Эрдоган может. Эрдоган послал воска в Африм, например. Там тоже американские интересы, которые вращаются вокруг курдов, и которые с турецкими входят в противоречие. Ну, то есть, это курдский вопрос в целом? Да. Есть интересы, которые у Турции, у Эрдогана и у США не совпадают, и где нужно договариваться где-то посередине. Ну, американцы тоже прекрасно понимают, они же не будут в данной ситуации доводить Эрдогана до того, что он действительно сейчас возьмет, он начнет, там, закупать С-400, выходить из-за войны, часть Тенна. Ну, от Калашникова. Да, там скажут, что такое вообще нас тут, американцы гнобят, там, проклятые каферы. В данной ситуации все это прекрасно понимают. То есть, вы считаете, что все-таки далеко это не зайдет, и в итоге экономика Турции, ну, перестанет быть под давлением, таким, которое у нас сейчас есть? Я не думаю, что она совсем перестанет быть под давлением, но то, что это давление ослабит, я, конечно, в этом убежден. И что здесь вопрос именно договоренности каких-то вот теневых, не публичных, в рамках которых Турция будет требовать себе именно вот определенную, скажем, сферу самостоятельности, там, где она может решать сама, строите атомную электростанцию российскую или нет, проводите там голубой турецкий поток или нет. Ну, для нас это выгодна такая ситуация, я так понимаю. Дмитрий, как вы думаете, вот турецкая экономика, она на самом деле может выдержать все это давление? Ну, в целом, Эрдоган, ну, пусть вот это его такой разлад с своими западными союзниками, меня все вот этот вопрос интересует. Насколько готов далеко он пойти в этом вопросе? Ну, в течение какого-то времени, без сомнения, может. Мы видим, что ряд государств, тот же соседний Иран, под давлением жил достаточно долго и реально сопротивлялся серьезному международному экономическому вмешательству в свою политику. Турция гораздо больше интегрирована в взаимодействии с Соединенными Штатами, в взаимодействии с Евросоюзом. И еще действительно вопрос, как Евросоюз себя поведет в этом отношении. Эта интеграция заметна прямо сейчас, когда падает вера, падает одновременно и евро. Поэтому связи экономические Турции и ЕС гораздо больше, чем Турция и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты опять пытаются решать экономические проблемы, давление на какое-то государство за счет своих союзников. Прежде всего, будет терять Европа в меньшей степени Соединенные Штаты. Но под этим давлением Турция просуществует какое-то время, видимо, и будет пытаться, во-первых, договориться о смягчении санкций, о смягчении условий своей сдачи, своих переговоров. А, с другой стороны, надеясь, что в Соединенных Штатах что-то изменится. Вообще все ждут, что будет через три месяца в США. Возможно, придется договариваться с другой командой. А вы имеете в виду промежуточные выборы в Конгрессе? Конечно, конечно. Ну, совсем-то другой команды полностью не будет. Да, Конгресс там поменяется частично. Поменяется Конгресс. Если после этого будет угроза импичмента, то, скорее всего, будет новый президент. Видимо, он будет вести другую политику. Это не стопроцентная гарантия, без сомнения. Но я думаю, что Турция и на этот сценарий тоже закладывается. Ну, знаете, здесь это очень бабушка-то надвое сказала, что там будет действительно в Конгрессе. И та атмосфера, вот мы заявили о том, что будем говорить про Шарлсвилль. У нас, к сожалению, наверное, уже не так много времени. Будем, наверное, в другом выпуске это обсуждать. Я все-таки хотел бы, Виктор, вам про Турцию вопрос задать. Почему? Потому что сейчас есть вариант, что Турция может стать своеобразным Таиландом 1997 года. Летом, 1997, я напомню, перед глобальной кризисом, тогда начался именно из Таиланда, летом с девальвации Бата, между прочим. Вот сейчас есть много аналогий, я сейчас не буду вдаваться в экономические вопросы, но смысл такой, что Турция может стать вот этим триггером вот этого глобального нового кризиса. Поэтому обстановка именно в политической атмосфере Турции, что там происходит внутри, какое у вас отношение с своими бывшими, ну, бывшими еще рано так говорить, с нынешними союзниками, наверное, более правильно. Вот насколько желание Эрдогана расширить свое влияние о том, о чем вы говорили, насколько он может пойти до конца? А если он будет это выполнять, со Штатами он это сделать не сможет. Ему придется искать союзников Китая, Россию, БРИКС. Действительно. Эрдоган, товарищ, конечно, решительный, но дело в том, что за ним замечено и другое. Умение развернуть свой курс на 180 градусов. То Асад лучший друг, то злейший враг, к примеру. И не только это. Израиль то дружат, совместное учение, то вдруг злейший враг и учение совместное с Сирией. Было? Было. Так что здесь можно многого ожидать. Но имеем в виду и другое. Ведь эти же нюансы по ракетам ПВО, они вели переговоры и просили Патриот. Но дело в том, что они ставят условия, которые не устроили американцев. Какое? Купить часть дивизионов, остальное производить на турецкой территории. То есть с передачей определенного количества технологий. Мы, да, тоже согласились продать, но и готовы вести переговоры по совместному производству на турецкой территории. На это американцы не пошли. Посмотрим, насколько американцы будут готовы. А для нас не опасно соглашаться на такие условия? Ну, дело в том, что у нас уже более продвинутая система есть. Поэтому, в принципе, можно. К тому же, С-300 есть на вооружении греческой армии. На армии НАТО. На Крите. То есть не факт, что американцы не пойдут на какую-то часть турецких условий. Возможно, допустят наличие С-400. Хорошо. Спасибо большое. Мы уже заканчиваем нашу программу. Будем надеяться, что кризис в Турции не будет разрастаться, будет купирован, потому что это повредит всем. Ну, а мы будем следить за развитием событий. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok